спонсор выпуска rem4me.ru ремонт без забот не знаю прикалывается ну ладно смотрим сам ролик такая вот красота поехали сегодня на рыночек в котор и купили вот такие вот замечательные цветочки посадили около дома вот красненькие такие беленькие не знаю вот это даже не знаю что за цветочки такие но мне не понравились вот эти два евро стоят вот это вот большом таком кашпо 3 евро и купили гортензию вот в таком горшочке гортензия стоит по моему 5 евро вот такие вот цены а виктория викторовна там у нас сажает в огороде отсыпаешь землю до этот у нас декоратор этот кстати розмарин очень рекомендую в мясо добавлять это как называется вик вот это а лаванда да здорово птички поют красота улыбнись пальмочки у нас тут такие небольшие здорово вот ну ладно давайте я на сегодня тоже запишу ролик не знаю даже как правильно сказать ну давайте нам по по нашей территории в нашем поселке то многие тоже спрашивают где вы живете как вы живете ну вот такой вот замечательный вид у нас видите классный да согласен вид на миллион этот бассейн бассейн небольшой 18 метров кстати вот кто не видел я по моему в прошлом году под водой проплывал 4 бассейна вот так вот ну а там вот я не знаю если отсюда сейчас покажу видно будет вон там видите там находится мой спортивный уголок турничок брусья вот прессик там делаю вот такие вот тоже у нас цветочки растут видите розочки потрясающие такие ну а самое главное конечно это горы вид замечательный потрясающий да смотрите как пчелы жужжат класс не знаю я приезжаю сюда просто отдыхаю и душой и телом вот кстати тоже такая вот видите интересная территория вот это вот наши маслины и оливки в прошлом году собрали урожай по моему две литровые банки и по рецепту вот моего друга из италии валера мы их как бы засолили принципе неплохо получилось но мне кажется что очень много соли поэтому мы добавляли вот если видели ролики на розовой кухне я добавлял там в мясо в рыбу когда готовил да и очень вкусно получалось на самом деле вот это альпийская горка такая небольшая у нас вот такая вот видите елочка я даже не знаю я называю плакучая елка эти как красиво смотрится вот здесь вот у нас находится барбекю а тут я тоже частенько снимаю ролики все это мы сделали своими руками это все розы вот эти елочки вот видите да они сейчас уже метров по пять наверно я их сажал они были ну не знаю там сантиметров по 20 так что все растет буйным цветом вот такой вот я тоже здесь композицию сделал из старого колеса видите такое ну как чан такой да вот в таких ученых в старину хранили сыр из уля то есть в масле такие блины сырные до клали и все это дело заливали маслом вот это вот сыр из уля считается национальным блюдом и в принципе не не дешево стоит здесь черногория это вот киви у нас растут такие киви замечательные я сам тоже не знал мы нам сказали что когда сажаешь несколько кустов киви нужно обязательно сажать там одного мальчика и двух девочек и тогда они будут опыляться соответственно будут полдоносить а мы не знали мы сначала посадили типа всех мальчиков сначала или всех девочек и вот получился такая вот оказия там несколько лет у нас не росли ну не полдоносили киви а сейчас вот в этом году уже были киви вот так а сейчас я вам покажу то что я вам привез из москвы потому что здесь на самом деле это растение не растет узнали не узнали но напишите в комментариях что это такое по секрету скажу это сирень вот но самое главное конечно это вид но вот видели наверно да в моих во всех роликах вот такой вот замечательный вид открывается и до моря недалеко всего пять минут пешком такой вот я не знаю сегодня такой не запланированный ролик ничего не планировал просто взял камеру думаю пойду поснимаю вам территорию многие пишут спрашивают покажите расскажите но если интересно ставьте пальцы вверх вот такой вот старый домик у нас еще видите здесь красивый тоже в нем что то есть такое знаете вот но не знаю как это вот истории что ли вот эти вот ставни вот зеленые до потрясающе красивые ну и вот отсюда тоже смотрите какой потрясающий вид открывается да мне тоже нравится я когда приехал сюда вот первый раз тут ничего не было еще то есть тут были не знаю практически вот такое же вот здание старой школы и было по пояс вообще травы я когда первый раз сюда зашел я говорю если здесь построить дом то вид здесь будет на миллион и точно мы построили дом здесь вот такой вот смотрите розмарин у нас разросся такая тоже еще одна альпийская горка такие вот тоже нам растения подарили наши друзья она таким шариком растет вообще на самом деле я половину растению не знаю даже название их них это вот можжевельник такой видите лохматый а вот эти вот растения которые вдоль стены вот они свисают да я их называю скуленты но может у них еще какое-то название есть тоже вот напишите в комментариях если знаете они как раз цветут вот сейчас в мае и все лето потом просто зеленого цвета то есть цветут только сейчас самое интересное очень красиво когда солнышко выходит они вот прям распускаются на глазах а там вот выше если видите вон там вот это мое апельсиновое дерево вот она она здесь я каждое утро срываю апельсины и делаю свежевыжатый сок вот так но птицы поют просто потрясающий да класс вот эти тоже елочки они были не знаю вот такие вот сейчас вам какие вымахали до 2 этажа класс но пальмы конечно тоже так что вот такой вот вам сегодня экскурс я вам провел по моему дому что всем добра и позитива и хорошего настроения и чаще улыбайтесь все с вами был сергей симонов чо пока